ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! всем привет! добро пожаловать на мой youtube канал! меня зовут Женя Гейн и сегодня я снимаю для вас собиралку! будем вместе с вами собираться на праздники сегодняшнее видео будет особенным потому что в конце этого ролика вас ждет конкурс! очень крутой конкурс с тремя призами вначале у меня вид конечно же не очень потому что на мне домашний халат гулька стандартная на голове я без макияжа абсолютно но постепенно я буду приводить в порядок свое лицо, волосы И оденусь, покажу полностью цельный, красивый образ на Рождество. Вначале, как я и обещала, мы будем подготавливать нашу кожу к макияжу. И я обычно перед каким-либо мероприятием делаю маски для лица. И мне нужен такой вау-эффект, чтобы привести свое лицо в порядок. Вначале я нанесу гель для очищения лица от Айзенберг. Он подготовит мою кожу к дальнейшему уходу, к дальнейшему этапу. Затем смываю гель при помощи воды. Следующий этап мой любимый, потому что я буду наносить одну из лучших масок на все лицо. Снимающую усталость, моделирующее лицо. Эту маску я использую перед важными событиями. И в сегодняшнем видео я с удовольствием разыграю для вас три маски от Айзенберг. Точно такие же, моделирующие. Просто вот, которые преображают ваше лицо. Топ, best of the best всех блогеров. И отправлю лично каждому из Америки. Эту маску я использую всегда перед важными событиями. Потому что она приводит мою кожу в восторг полнейший. Теперь я взбалтываю хорошенечко и на все лицо наношу гель эликсир молодости. Этот гель можно использовать как базу под макияж от Айзенберг. Очень крутой эффект. Кожа прям, знаете, вся сразу разглаживается. Приступим быстро к макияжу. Я буду все показывать достаточно быстро, чтобы вы не устали. После базы, то есть эликсира молодости, я наношу сразу тональную основу. Тональную основу у меня тоже от компании Айзенберг. Наношу все это дело быстро пальчиками. На данный момент мне так удобней всего. И так как у нас все-таки вечерний макияж, я буду делать коррекцию. Я буду наносить консилер под глаза. Это у меня HD студия от NYX. Носогубную складку на носик, на центр носика, на лоб. В общем, нужно высветлить синячки под глазами, впадинки. Если у вас есть какие-то проблемы на лице, пигментация, все это можно скрыть. Чтобы закрепить весь свой тон, чтобы он мне не потек, я наношу рассыпчатую пудру от Air Spoon. Моя любимая пудра, которая уже почти заканчивается. Она бюджетная, доступная. Я знаю, что их стали продавать в странах СНГ. Здесь они в Америке продаются в супермаркетах на полках за 5 долларов. Тон идеальный. Приступим к макияжу глаз. Коррекцию оставим на самый конец. Я буду наносить базу под тени. Обязательно. У меня опять же база HD студия от NYX. Сегодня я захотела использовать новую палетку от Urban Decay. Это travel версия с коричнево-синей оттенки. Вначале я фиксирую базу. Опять же, запекайте вашу базу либо пудрой той же самой для лица. Чтобы она не забивалась уже в складках. Пока она свеженькая, на глаза наносите сразу тени прозрачные какие-нибудь. Либо ту же пудру, что и на все лицо. Я нанесла самый светлый оттенок из палетки Urban Decay. У меня вообще здесь очень интересные оттенки. Здесь коричневые, базовые, золотые и бирюзовые. Бирюзовый оттенок я хотела нанести на все нижнее веко. А уже коричневые и золотые на верхнее подвижное веко. Так что стандартный делаю макияж. Затемняю складку века. Самым светлым из этой палетки коричневым оттенком матовым. И я хотела просто заполнить пустоту каким-нибудь пигментом золотым. И пальчиком заполняю пространство пустое на подвижном веке мерцающими оттенками. Не заходя на вот эту матовую растушевку. Только на подвижное веко. На нижнее веко я тоже нанесу базу. И буду наносить уже бирюзовые тени. В уголок глаза и почти до середины нижнего века я добавила изумрудный оттенок. Светло-голубой с отливом изумрудным. И затем продолжила более бирюзовым оттенком по всему нижнему веку. Можете добавить еще немножко коричневого на границу нижнего века с тенями. Таким образом вы как бы растушуете синий оттенок. И все будет смотреться гармонично нижнего века с верхним веком. Теперь я буду рисовать стрелку на веке при помощи NYX подводки EPIC LINE. Моя любимая подводка. Теперь я прокрашу и наклею немного ресничек на веки. Ресницы все равно передают макияжу более завершенный образ. Поэтому я все-таки советую использовать накладные ресницы в конце всего макияжа. Тогда вы даже увидите, что ваши глаза будут более распахнутыми. И макияж все равно более праздничным. Я сделала макияж глаз и теперь я понимаю, что красная помада мне точно не подойдет. Потому что слишком яркие глаза интенсивные. Буду сейчас оформлять брови. У меня карандаш от Givenchy. И Shui Mura гель для бровей коричневый. Теперь можно делать коррекцию лица. У меня будет сухая коррекция при помощи любимой палетки от Smashbox. Одна из первых, одна из любимых для контурирования лица. Здесь настолько идеальный оттенок. Вот этот вот серо-коричневый, который точно как ваша тень. Рисуем скулы, сужаем носик. Ну, все как обычно. В этом макияже я румяна не буду наносить. Я наношу только хайлайтер, потому что и так интенсивный бронзер на лице. Хайлайтер у меня будет с золотистым оттенком. Одну помаду мне уже пришлось стереть, потому что она не подходила. Я решила нанести матовую помаду, как обычно коричневую, потому что наносила до этого перламутровую. Она не идет с этим макияжем, потому что и так все мерцает, губы мерцают. Не хватало еще только блестков, а у меня не блестящий наряд. Поэтому будет простой карандаш коричневый от NYX. И NYX очень классная помада матовая. Сначала обвожу губы карандашом. Макияж, в принципе, готов. Осталось только сделать прическу. Прическу я хочу сделать элегантную, собранную. Посмотрим, что из этого выйдет. Я уже надела платье, потому что потом я его просто не надену из-за горловины, испорчу прическу. И вам тоже советую продумать этот момент, так как мы обычно делаем макияж прической и забываем про наряд, который нужно надевать через голову. Вы можете оставить распущенные волосы, там, ну вот как-то так, например, либо вот так, там, все, и пойти. У меня сухой шампунь и вчерашняя укладка, в принципе. Я обычно люблю делать прически на следующий день. Не в первый день, когда помою голову, потому что слишком рассыпчатые, не текстурированные такие волосы. А сейчас они у меня текстурированные за счет сухого шампуня. Вначале нужно сделать начес на затылке, чтобы добавить объема, которого нам не хватает все время. Так, волосы я зачесываю на бок и собираю их хвост. Можете оставить длинный хвост, но мне кажется, их нужно убрать. Делаем дырочку, просовываем все наши волосы в дырку. Теперь заплетаем косичку и эту косичку снова в какой-нибудь бублик. Субтитры создавал DimaTorzok Как вам мой праздничный образ, макияж? Надеюсь, все понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а теперь долгожданный конкурс. Девочки и мальчики, если вы смотрите это видео, я хочу разыграть три эти чудо-маски среди вас, среди моих подписчиков. Условия, как обычно, очень-очень простые. Будут три победителя. Я отправлю эти маски, собственно, ручно, с открыточкой из Америки в любую точку мира. Так что слушайте условия. Условия очень простые. Все, что вам нужно. Поставить лайк этому видео, быть подписанным на мой YouTube-канал. Оставьте всего лишь один комментарий под этим видео с любым пожеланием, с любым пожеланием, чтобы поднять друг другу настроение. Примерно через неделю мы выберем трех победителей случайным образом. И я публикую победителей в Instagram, в Stories. Так что, девчонки, подписывайтесь на мой Instagram, следите. Если что, то я продублирую, кто выиграл. Уже в комментариях под этим видео закреплю комментарий с фамилиями, именами победителей. Так что, девочки и мальчики, участвуйте. Всех с наступающим Новым Годом. Я буду еще создавать новогодние, праздничные, рождественские образы. И я надеюсь, они вам будут нравиться. Поддерживайте меня обязательно пальчиками вверх, лайками. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Желаю вам отличного настроения. И провести эти праздники потрясающе, великолепно, незабываемые. Чтобы все ваши мечты сболись. Люблю вас, ваше Женя Ейн.